Всем привет! У нас сегодня новый видеообзор, и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о новинке от компании Armahobie. Причем это полностью новый пластик в 72-м масштабе, копирует он на Kozima Key84 Hayata, это так называемый эксперт-сет. И он у нас здесь на столе, это не итоговый вариант, и чуть позже я расскажу почему, но вы можете видеть то, что коробка и упаковка здесь более-менее уже конечная версия, скажем так. И мне очень нравится бокс-арт, выглядит красиво, было бы неплохо, конечно, получить такой плакат в коллекцию, но почему-то не хотят они выпускать такое. Как я уже сказал, коробка стандартных размеров для этого производителя, и если вы уже встречались с наборами от него, то здесь вас ничего не удивит. Кстати, вот две звезды поставлены, и в принципе это эксперт-сет, так что у нас в комплекте должны быть еще и дополнения. Вот вы можете видеть сравнение с моей рукой, на борту коробки, кстати, вот расписан комплект, то есть у нас идет здесь не только пластик и декали, но еще и маски и травления. Я бы сказал, это все то, что нужно для аккуратного проекта в 72-м масштабе, но кто знает, может быть кто-то не согласится и захочет докупить еще и смолу. Здесь сзади у нас идут 6 вариантов окраски, они показаны в виде простых профилей, но не беспокойтесь, также будет еще и схема окраски в инструкции, мы поговорим об этих вариантах камуфляжей чуть попозже, но я бы сказал, что выбор здесь довольно разнообразный, здесь точно будет что скопировать. Я думаю, вы наверняка сможете выбрать. Ну и на другой стороне у нас адрес производителя, некоторые заметки по безопасности, все такое классическое, стандартное. Итак, коробка с боковой загрузкой, вот вы можете видеть, собственно, почему у меня здесь не итоговый образец, так называемый preproduction frame, то есть некоторые нюансы еще могут быть изменены, но в целом, я думаю, основная, скажем так, проработка набора точно не изменится. Итак, начнем с самой маленькой рамки серой, здесь у нас идут стабилизаторы и бомбы, причем у бомб такое интересное очленение, вы можете видеть то, что нижняя секция, нижняя именно, не половина, она отлита вместе с стабилизаторами, и также здесь есть еще и направляющие внутри, в принципе, интересный дизайн, вполне может быть то, что его можно будет собрать более аккуратно, более чисто, скажем так, чтобы не было видно стыков, но это уже нужно будет попробовать, чтобы понять, но при этом влитая проработка меня очень даже впечатляет. Это как-никак 72-й масштаб, и вы можете видеть своими глазами то, что здесь очень много нюансов скопировано сразу из коробки, и это похвально. Как бы армахобби в своем репертуаре, они продолжают удивлять вот этими вот фишками, которые иной раз не встретишь и в 48-м масштабе, но я думаю, дальше еще будет интереснее, потому что сейчас мы поговорим о рамке более крупной, где уместились вот эти вот все детали. Здесь, собственно, у нас идут и половины фюзеляжа, и детали крыла, и капот, и двигатель, и винт отдельный, и детали шасси. При этом у нас капот, как я вижу, собирается из отдельных панелей, но я предлагаю просто приблизить и начать, как обычно, с левого верхнего угла, потому что здесь у нас идут стойки шасси, и есть еще и крыло. Причем обратите внимание на то, что крыло у нас выполнено одной деталью, то есть у нас здесь две половины, верхняя и нижняя. И вот верхняя половина, она одной деталью соединяется основными нишами шасси, и здесь есть еще и детали двигателя, есть также створки охлаждения, и некоторые детали для толкателей двигателя, насколько я вижу. В принципе, есть еще и колеса шасси здесь, и несколько вариантов в верхней панели. Кстати, обе половины фюзеляжа, они отлиты не только с келем, но еще и с рулем направления. Честно говоря, удивляет такой дизайн. Я думал, что его, скорее всего, точнее, руль направления выполнят отдельно, но здесь, как вы можете видеть, он влитой. Но я думаю, это не особенно повлияет на сложность сборки, просто как бы привычно уже видеть эту деталь отдельно, и при этом внешняя проработка у нас очень аккуратная, здесь внутренняя расшивка и клепка. Есть также вот еще и винт цельный, причем питатели почему-то расположены прямо на лопастях. Не совсем понятно, к чему такое было решение, но наверняка можно аккуратно отделить. Обратите внимание, что у нижней половины крыла идут питатели на передней кромке, то есть нужно будет поаккуратничать, и при этом еще и механизация встроенная. Кстати, передняя вот створка капота у нас цельная, то есть никаких опять стыков здесь не будет. И еще есть несколько вариантов воздухозаборника, все будет зависеть от того, какой камуфляж вы выберете. Далее у нас внутри есть скромная проработка кабины, но здесь этим все не ограничится. Насколько вы понимаете, есть еще и травление, и есть еще и декали, которые, собственно, и позволят нам скопировать больше. Опять же, никто не запрещает вам еще и дождаться автормаркета, наверняка эдуардовцы что-то сообразят, чтобы еще больше нюансов скопировать в таком небольшом масштабе. Но здесь уже выбор за вами, если вы хотите вообще с этим заморачиваться. Мне кажется, из коробки здесь более чем достаточно всего подряд. И, кстати, вот стоит еще показать основные ниши шасси. Есть также, кстати, направляющие у нас в деталях крыла, то есть совместить вот эти две крупных половины не доставит особой сложности. И здесь не стоит даже беспокоиться. Еще один приятный бонус – это пластинка отравления неокрашена. Как я уже говорил, здесь есть детали для кабины и для двигателя, и также для решетки воздухозаборника. Маски тоже пригодятся как для колес, так и для фонаря. Они нарезаны и готовы к использованию. Декали у нас отпечатаны в техмоде. Вот крупный лист со всеми основными символами для шести вариантов окраски, как вы помните. Причем обратите внимание на то, что вся техничка, она отделена. И, в принципе, качество печати очень хорошее. Здесь есть, как я уже говорил, декали для кабины, и выбор будет за вами, если вы хотите их использовать или же вы хотите дождаться автормаркета. Опять же, хиномару можно скопировать при помощи масок. Но мне кажется, даже вот такой вот вариант будет смотреться аккуратно. Здесь есть вот еще так называемые эраты с исправлениями декали. Прозрачная рамка у нас выглядит довольно-таки опрятно. Разумеется, можно будет открыть кабину. И, как вы помните, маски в комплекте, поэтому можно даже не беспокоиться, что придется что-то вырезать. Ну и инструкция, она у нас типичная для армахобби. Здесь есть таблица цветов и историческая заметка. Сборка начинается с кабины, разумеется. И сразу же вам нужно будет работать с некоторыми деталями травления. Будьте готовы к этому. Причем обратите внимание на то, что некоторые нюансы зависят от того камуфляжа, который вы выберете для своей модели. Поэтому стоит отнестись внимательно ко всем этим сноскам. Кстати, вот здесь вот я вижу то, что еще и нужно что-то просверлить будет. Поэтому внимательно читайте. Написано оно на английском, но я думаю, довольно-таки понятно. Двигатель у нас, как вы помните, есть там еще и травление. То есть собирается и из пластика, и травление. Но в целом мне очень нравится, как здесь двигатель скопирован из коробки. Я бы сказал то, что это очень даже впечатляюще. И опять же, некоторые 48-е наборы не могут посоперничать по проработке. Далее мы устанавливаем фюзеляж на основное крыло. Хвостовое оперение идет на место. И затем опять у нас здесь выбор, если мы хотим собрать створки охлаждения открытыми или закрытыми. Причем есть несколько вариантов воздухозаборника. То же самое можно сказать и о фонаре. То есть его можно и открытым, и закрытым. Причем в некоторых камуфляжах еще и нужно дорабатывать фюзеляж. Опять же, такие вот небольшие нюансы. Шасси устанавливается на место. Затем мы уже начинаем работать над подвесным вооружением, винтом. И в принципе это все. Но в целом, я бы сказал, здесь ничего такого необычного в плане дизайна набора нет. И все очленение выполнено более-менее логично. И я бы сказал, здесь никаких неприятных сюрпризов вы не обнаружите. Просто нужно следовать инструкции и внимательно относиться ко всем этим снускам. Итак, далее у нас идут схемы окраски. Причем, как я уже говорил, довольно-таки цветастые варианты выбраны. И мне кажется, вот этот вот зеленый самолет вот этот смотрелся был очень даже интересно. Ну и вот этот классический камуфляж японский тоже очень даже неплох. В целом, модель получилась интересной. Кстати, вот некоторые просили показать таблицу цветов. Вот она поближе. И модель уже должна быть продажей. Насколько я помню, вы можете ее приобрести даже на официальном сайте производителя. И, разумеется, буду рада слышать ваше мнение. Не забудьте написать его. Не стесняйтесь в комментариях ниже. Если видео понравилось, то нажимайте кнопку лайк, потому что ваша поддержка только помогает. И, разумеется, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в следующем видеообзоре, как обычно. Спасибо за просмотр и пока.